Мировые организации отметили новизну решений и обоснованную пользу струнного транспорта. Технологии уже заинтересовались многие российские, иностранные корпорации, чиновники, предприниматели, крупные инвесторы, финансовые группы, фонды, государства. На данный момент компания получила более 20 предзаказов из разных уголков планеты. Одними из первопроходцев в этой области стали австралийцы. Строительство 500-метрового участка трассы будет осуществлено на территории университета Флиндерс в городе Аделаида под руководством Рода Хука, экс-главы департамента транспорта и руководителя компании RHA. Для вывода технологий на мировой рынок было принято решение о финансировании проекта методом краунд-инвестинга. Для этого были созданы инвестиционные фонды и компании, специальные платформы, одной из которых является компания Skyway Capital, которая также привлекает средства инвесторов. При этом каждый инвестор компании автоматически становится ее акционером-совладельцем, приобретая собственную долю в компании с большим дисконтом. Для реализации проекта Skyway работа была разбита на 15 этапов, от создания проектной документации до демонстрации заказчикам тестовых экземпляров. Был рассчитан необходимое количество акций, трансфер которых покроет затраты на реализацию каждого этапа. Чем выше порядковый номер этапа, тем ниже размер дисконта, с которым можно получить долю компании. Так как выполнение каждого последующего этапа увеличивает рыночную стоимость технологии, снижает риски и, соответственно, уменьшает размер венчурной премии бонуса за риск, чем по своей сути является дисконт. Всего людей, принимающих участие в проекте Skyway, более 300 тысяч человек. Присоединяйтесь и вы. Станьте причастным к крупнейшей транспортной корпорации, технологии которой вскоре изменят мир к лучшему. Это важно для каждого. Итак, друзья, вот такой ролик, который рассказывают уже в конце и про компанию Skyway Capital, и, по сути дела, в нем перечисляется целый ряд событий, которые произошли с нами не так давно, то есть осенью 2016 года. А в целом же, если говорить о технологии, то развивается она с 1977 года, и условно ее историю развития струнных технологий, как они раньше назывались, можно разбить на 4 этапа, и сегодня мы находимся на 4. Вы слышали в ролике то, что было принято решение оценить технологию, было принято решение составить четкий поэтапный план выведения данной технологии на мировой транспортный рынок, он был разбит на 15 этапов, и сегодня, скажем, мы находимся на 8 этапе реализации данной технологии, в момент с 2014 по конец 2017 года. И в ближайшее время, я думаю, скоро мы, точнее, перейдем на 9 этап, потому что близки к тому, чтобы завершить тот перечень работ, который необходимо было выполнить на 8 этапе развития технологии группы компаний Skyway. Важно понять следующее, что на 4 этапе, после многочисленных переговоров, после всего того, что было, скажем так, с Юницким в развитии его технологии, было принято решение оценить интеллектуальную собственность и начинать привлекать инвестиции посредством краудинвестинга, как это было сказано, да. Потому что чиновники разного уровня целого ряда государств, люди мира бизнеса, у которых есть деньги на реализацию данной технологии, ну, никак не захотели включиться в этот процесс, да. Люди мира бизнеса в итоге, в конце переговоров, хотели просто завладеть технологией, дальше думать о капитализации. Чиновники, как правило, ждут отмашки сверху, которой до сих пор нет. И было принято решение обратиться к тем, кому нужен транспорт и безопасный, и высокоскоростной, и по деньгам значительно дешевый, да, который строится гораздо быстрее, который проще эксплуатировать. То есть, таким людям, как мы с вами. Потому что у чиновников высокого уровня, у людей, у которых есть большое количество денег, проблем с передвижением, в принципе, практически не бывает. У них есть там частные самолеты, вертолеты. Когда, скажем, сильное количество пробок на дорогах, они летают над этими дорогами. Вот таким вот образом. Было еще три этапа. До четвертого. Третий, когда был собственный полигон, испытательный участок в подмосковном городе Озеры, который дал, ну, скажем так, большую пищу, да, для ума, как некоторые говорят, и продемонстрировал, что из себя представляет данная технология. Было проведено большое количество испытаний. Отработан целый ряд методик. Были заключены государственные контракты на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. Целый ряд государственных структур Российской Федерации, имеющих отношение к транспорту, давали свои экспертные оценки и заключения по технологии, разработанные Юницким. Опять же, это было время существования полигона в Озерах. Юницкий в это время принимал большое количество раз участия в различных форумах, посвященных науке и технике, в первую очередь транспорту, за что получал и дипломы, и грамоты, и золотые медали, и кубки. Далее, данная технология была представлена президентом страны, Медведеву, после которого, после госсовета, прошедшего в Ульяновске, полигона не стал. Казалось бы, наоборот, вроде бы надо стартовать, потому что все уже готово, и технологии известны, и говорится на центральных каналах телевидения, и так далее, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, после распоряжения президента страны изыскать миллиард рублей на реализацию технологии в Ульяновском регионе, проще, видно, для тех структур, которые должны были это сделать, было разобрать данный полигон. И его не стало действительно в течение недели после этого госсовета. Главное, чтобы Юницкий не опустил руки. Второй этап развития технологии, это середина 90-х до 2000-х годов, до начала нашего тысячелетия. У Юницкого была своя научная школа в Питере, где он проводил большое количество испытаний в аэродинамической трубе, то есть посвятил много времени аэродинамическим показателям будущего подвижного состава, то есть работал максимально над снижением аэродинамического коэффициента сопротивления. На этом этапе был получен первый гранд организации обменных наций, на третьем этапе был получен второй. По сути дела, на третьем этапе была отработана технология второго поколения, потому что уже было транспортное средство, которое сбиралось по эстакаде, на основании чего были и заключены контракты, потому что все увидели, что транспорт жив и такие дороги нужны. После второго этапа, по сути дела, была отработана, в первую очередь, на бумаге технология первого поколения. Ну и первый этап, это долгие годы, с 77-го по середину 90-х, первая заявка на изобретение, первая публикация, научно-практическая конференция в Белоруссии прошла в Гомере, признание Федерации космонавтики СССР, первый грант был получен у технологии в это время от Советского фонда мира. То есть это история струнного транспорта, струнных технологий, и струнные технологии, если о них говорить в более широком контексте, это не только транспорт второго уровня, поднятый над землей, который вы видели в ролике, и он может быть, скажем так, поднят на расстоянии нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков и сотен метров над землей. Это также строительство мостов, строительство взлетно-посадочных полос, аэропортов, аэродромов, это строительство струнных портов, которые могут быть вынесены в акваторию морей, озер, океанов, Это строительство зданий высотного типа и зданий коттеджного типа, тоже по струнным технологиям. Ну и еще то, что мы обходим обычно стороной, и у нас буквально не так давно появился буклет, есть еще струнное ограждение. То есть это в первую очередь для охраняемых объектов, как государственных, так и частных. То есть есть охранный модуль, который может передвигаться тоже по струнам вокруг охраняемого объекта, он может, скажем так, на нем устанавливаться камера, ну и все, что вам необходимо установить. Предупреждающий сигнал и так далее, и так далее, и так далее. Плюс само ограждение, которое, как заявляет Анатолий Дарович Миски, выдержит танк, если он будет пытаться прорваться через это ограждение. Кстати, на все вот эти вот направления, которые могут развиваться по струнным технологиям, у них у всех есть преимущества в плане затрат денежных, в плане, скажем так, строительных материалов, которые необходимы на все эти крупные инфраструктурные объекты. То есть огромное количество преимуществ по отношению к тем технологиям, которые сегодня используются. И повышение надежности всех этих объектов. Излетно-посадочных полос и портов, и высотных зданий. И все это, скажем так, еще и ускоряется по времени строительства и в дальнейшем, скажем так, обслуживания данных инфраструктурных объектов. На данном слайде вы видите небольшой перечень государственных структур Российской Федерации, которые давали свои экспертные оценки при существовании полигонов под Москвом в городе Озера. Ну, следует обратить внимание, Институт проблем транспорта Российской Академии Наук, Сибирское отделение Российской Академии Транспорта, тут и ГОСТРО, и Министерство транспорта и экономики Российской Федерации, это Инженерная Академия Российская, Госуниверситет Пути и Сообщений Петербургский. Про ООН мы уже говорили, про то, что было получено большое количество наград тоже. Ну, и, скажем так, порядка 50 патентов на те ноу-хау, которые ЮНИСКИ использует в своей технологии, было получено за это время. 2014 год – начало привлечения инвестиций и открытие нашего научно-производственного предприятия на территории Республики Беларусь. После второй международной конференции, которая прошла в Нинске, в мае месяце было открыто представительство и появились первые конструкторские инженерные кадры. 2015 год – переломный, потому что именно в 2015 году в январе уже четко определились с участком местности, за который нужно было бороться в течение полугода. Потому что на июнь был намечен аукцион, на котором данный участок мог быть признан за нашей компанией. Это запуск работы компании Skyway Capital в феврале. Это первые эскизы как раз-таки в феврале, конструкторские привязки к конкретному участку местности. Это переговоры на территории Южной Америки и Аравийского полуострова, которые прошли в апреле и в мае 2015 года. И это, конечно, признание данного участка местности 22 июня и закрепление его за предприятием с трудной технологией в долгосрочную аренду. Этим предприятием руководит Анатолий Дарчуницкий. Площадь 36 гектар, бывший танкодром, недалеко от города Марина Горка. То есть вот этот участок местности сейчас, на котором идет полным ходом строительство нескольких трасс Skyway, на которых будут демонстрироваться возможности данного транспорта. И вообще цель всего этого – продемонстрировать возможности транспорта Skyway, сертифицировать во всех его, скажем так, сегментах – грузовой, высокоскоростной, городской, легкий, там, где бегают мини-байки, да, и в итоге выйти на мировой рынок, начать строить дороги, начать получать прибыль с большого количества проектов. И, соответственно, те, кто стали сегодня совладельцами данной технологии по методике краудинвестинга, будут в дальнейшем получать прибыль с каждого реализованного проекта, который будет эту прибыль приносить. Вот таким вот образом. Далее, июль месяц – субботник на территории Экотехнопарка, наведение порядка, убрать лишний мусор. И после проведения, скажем так, изыскательских работ в июле месяце, в августе началось строительство, которое сегодня идет полным ходом. Что сегодня построено, какие, скажем так, наработки, все это можете найти в новостях на сайте нашей компании. Отлистав назад, если на этой неделе нет никаких новостей из Экотехнопарка, можете посмотреть на предыдущий. Далее, что важно еще? Важно то, что в 15-м году, в сентябре, наш Экотехнопарк и КБ посетил Ротхук, который сегодня возглавляет нашу австралийскую компанию ТЭКС, министр транспорта Южной Австралии. Ярый приверженец технологии SkyWay, да, и помогает в реализации нашего проекта на территории австралийского континента. Также в сентябре 15-го года – это получение международного идентификационного кода ценной бумаги. По сути дела, это процедура, которую прошли все те компании, акции которых котируются на крупных биржевых площадках. Октябрь месяц – международная конференция в Беларуси, на которой Анатолий Дарыч Юницкий отчитался о проделанной работе и сказал о планах на ближайшие, скажем так, полгода-год. Это было все осенью 15-го года. И несколько десятков наших инвесторов на этой конференции побывали на территории Экотехнопарка, высадили именные деревья. Была такая акция, и сейчас есть такая возможность купить несколько пакетов крупного номинала и стать совладельцами именного дерева, на котором будет размещена ваша табличка, что вы, наш инвестор, приняли участие в этой акции. Также была осуществлена процедура закладки нулевого километра, вы сейчас видите это на данном слайде. Осенью 15-го года еще было принято важное решение руководством нашей компании начать привлекать инвестиции в проект посредством приобретения пакетов долей компании в рассрочку. И сегодня это с успехом реализуется. Данные документы также были показаны в ролике. Это протокол заседания экспертного совета Минтранса Российской Федерации, где технология была признана инновационной. Это заседание рабочей группы экспертного совета Марта Месяца, на котором данная технология была признана перспективной для использования территории Российской Федерации. Очень важная веха для нас, мы долго ждали. И вы понимаете, что после заключения Министерства транспорта Российской Федерации вот те многие, скажем так, сомнения, многие злопыхатели, шелуха, как мы сейчас называем, которые говорили, что вы месяц не протянете, три, полгода вы занимаетесь непонятно чем, у вас какая-то пирамида, они просто отвалились, потому что большинству из них нечего было сказать. Потому что, скажем так, мы перешагнули, важный момент, мы получили признание государственной структуры, имеющей прямое отношение к транспортной отрасли. На 16-й год руководству компании были планы начать строительство, осуществлять строительство городской трассы, легкой трассы Skyway, кстати, Unibike, это тот транспортное средство, которое сегодня уже должно, уже приступили к сертификации данного транспортного средства. В 14-м году, когда запускался весь проект, да даже к концу, наверное, 14-го года, начале 15-го, еще не имели четкого представления, как он будет выглядеть. То есть технология развивается в процессе реализации нашего проекта. И транспортное средство Unibike, это, по сути дела, отдельная транспортная структура, инфраструктура, которую можно использовать в разных направлениях, но в первую очередь, наверное, для туризма, потому что можно строить легкие, экологичные, чистые трассы, и большие территории, скажем так, люди, посещающие интересные места, могут увидеть своими глазами. На что, кстати, было обращено внимание на мероприятие под названием Innotrass. Далее, помимо строительства городской легкой грузовой трассы, было начать строительство высокоскоростной в планах, что и осуществляется на сегодняшний день. И намечено было в начале года принять участие, создать, точнее, одно мероприятие под названием ЭКО-фестиваль, который с успехом прошел 23-24 апреля прошлого года на территории Республики Беларусь. Первый день был на территории ЭКО-технопарка, более семи сотен наших инвесторов с разных стран, более 20 стран, приехали посмотреть же, что проделал на территории ЭКО-технопарка на деньги, которые они инвестировали, многие из них, с января 2014 года. Это тогда началось привлечение инвестиций. Тогда был первый этап. Тогда была, скажем так, венчурная премия, либо диском, так называемый, очень высокий, потому что люди достаточно серьезно рисковали. Нечего было показать, нечего было потрогать. Были только документы, был сам Юницкий, который сказал, ребята, давайте вместе это сделаем. И вот сейчас мы имеем, как вы видели в ролике, более 300 тысяч человек, которые инвестировали в наш проект, более чем из 100 стран мира уже на сегодняшний день. И помимо того, что ЭКО-фестиваль должен был пройти, в феврале месяце мы получили приглашение принять участие в мероприятии под названием Монотранс. В ролике много про это говорилось. Это мероприятие прошло с успехом. Наш стенд вошел в 60 наиболее посещаемых стендов на данном мероприятии, а там порядка 3 тысяч стендов. Это мероприятие проходит раз в два года на территории Германии, в Евросоюзе. В большей степени это касается как раз-таки тех дорог, того транспорта, который имеет отношение к железным дорогам. А вот наше транспортное средство отнесено сейчас к легкорельцевым транспортным средствам. Именно в этом направлении будет осуществляться сертификация. На Инотрансе было много людей, имеющих отношение к сфере транспорта, чиновников целого ряда стран и целого различного уровня. То есть из большого количества стран, например, из Юго-Восточной Азии, из Австралии, из Европы, многие заинтересовались нашим проектом. Найти информацию по Инотрансу можно легко, отлистав в новостях на 3 месяца назад, и там большое количество и видеороликов, и интервью, и печатного материала связано с этим данным форумом. Параллельно, да, не параллельно точнее, а вот мероприятия, которые не планировали с начале года, но прошли, это участие в Белорусской транспортной неделе, либо транспортной логистики 2016, где из 80 предприятий, одно из них было предприятие наше, там были предприятия 9 стран. Посещал наш стенд первый заместитель, премьер-министр Республики Беларусь, были министры транспорта ЦРО государств. То есть тоже мероприятие прошло живо, с большим интересом, и наш стенд пользовался большим успехом. Были и наши инвесторы в большом количестве, у нас в Белоруссии есть люди, которые помогают нам в развитии нашего проекта. Были чиновники целого ряда регионов, и Белоруссии, и Российской Федерации, и зарубежной. Потому что министры транспорта были Литвы, Польши, и Белоруссии, это точно, да, возможно, еще были представители, относящиеся к министерствам транспорта целого ряда государств, там было 9 стран. На следующей же неделе прошло мероприятие, которое тоже не планировалось, это Белорусский энергетический и экологический форум. В нем приняло участие порядка 300 предприятий и организаций, 14 стран, одним из предприятий была наша компания. Прошло тоже с большим успехом, опрос посетителей данного форума завершился тем, что по мнению посетителей, на первом месте был наш стенд по посещаемости и по интересу, проявленным посетителями. Параллельно в Мельбурне, в Австралии, проходил 23-й конгресс, международный конгресс, интеллектуальных транспортных систем. И на данном форуме нашу компанию представляла руководитель австралийского предприятия Родхук, вместе с представителями компании Ауркон, которых в июне 2016 года Родхук привозил на территорию нашего КБ, на территорию Экотехнопарка, с целью ознакомить этих людей, что из себя представляет наша технология, с генеральным конструктором. Но ни много ни мало компания Ауркон уже, скажем так, приняла участие в реализации большого количества проектов, связанных с транспортной инфраструктурой, с недвижимостью, со строительством высотных зданий. Но один из таких проектов, это строительство самого высокого небоскреба, Бурж-Халифа, который находится на территории Аравийского полуострова. И эта компания взялась за реализацию нашего проекта, сопровождение нашего проекта на территории Австралийского континента. Это очень важно. Новости. То есть в СМИ практически каждый день сейчас что-либо пишут о нашей технологии. Причем в СМИ, как в государстве, где он строится экотехнопарк в Беларуси, так и в различных странах мира. Я говорил всегда на вебинарах, что в марте прошлого года мы очень сильно радовались, когда в районной газете Пуховичского района про нас была размещена статья. В апреле ситуация стала меняться, она стала говорить по нескольку раз в неделю на различных средствах массовой информации. Это были радиостанции, это были телевизионные каналы, печатные СМИ, интернет-СМИ. Сегодня бывает такое, что у нас те, кто следит за информацией о нашем проекте в разных СМИ, у нас есть отдел в Минске, бывает, что в день по нескольку раз в разных СМИ выходит информация о нашей технологии. И здесь просто ключевые, наверное, моменты. Это журнал, который вышел после инотранца в Берлине. И 3000 экземпляров данного журнала были розданы банкиром на крупном банковском форуме, который проходил в Швейцарии на следующей же неделе после инотранца. Банкиры говорили о банковской системе SWIFT переводов. И вот там данный журнал был роздан господином Крисом Принципе, который, кстати, был в ролике, у него там брали интервью. Далее, это один из моментов был очень важный, июль месяц, по-моему, прошлого года, Беларусь-24. На сегодняшний день, по-моему, пока единственный спутниковый канал Республики Беларусь, на котором, скажем так, рассказывается о том, что происходит в этом государстве, основные, скажем так, вехи достижения этого государства. И в эфире данного канала, в течение 25 минут, передачи 24 вопроса, объектив конференции, Виктор Бабурин, заместитель генерального директора по развитию сегодня, и один из руководителей наших КБ, отвечали на вопросы ведущего. Далее, посередине, вверху, это уже конференция, интервью данное Виктором Бабуриным, журналисту Могилевского канала Могилев-2 телевизионного, ну и справа вы видите, есть такая компания, Белавия, то есть это авиационная компания Республики Беларусь, в августе месяце они разместили одну статью о нашей технологии, а это вот буквально свежее, в конце прошлого года был размещен материал по нашей технологии, по ее развитию, и там говорили, что мы упоминали там полгода назад о том, что есть такая технология, а в данной статье вы видите, уже была демонстрация действующего транспортного средства под названием Юнибайк, что вот сейчас как раз таки демонстрируется на данном слайде. В конце ноября месяца состоялся первый прокат транспортного средства, которое наверное еще в середине 2014 года, ближе к концу 2014 года еще не знали, как оно будет выглядеть, то есть фактически за полтора года сделали то, что многие автомобильные концерны делают не один год и для того, чтобы реализовать данную технологию, любую, скажем так, модель новую автомобиля, как правило, тратится порядка миллиарда долларов денег и больше года ее, скажем так, вылизывают, обкатывают, проверяют, тестируют и так далее, и так далее, и так далее. Поверьте, у нас таких денег в районе миллиарда не было, и сейчас таких денег нет, мы работаем согласно плану по тем деньгам, которые к нам приходят, но уже, скажем так, запущено транспортное средство, не просто какая-то модель там чего-то еще, это промышленный действующий образец транспортного средства. И очень сильно были удивлены представители Сименса, например, на мероприятии под названием «Инатранс» о том, что это не прототип какой-то, что это не модель в масштабе один к одному, что это действительно действующие транспортные средства, которые сегодня уже, как я вам говорил, сертифицируются. Далее, вы видите снимки, которые были сделаны во время посещения целого ряда международных делегаций на территорию нашего КБ и Эко-технопарка. Здесь как раз-таки тот момент, когда была делегация Филиппин, Австралия, из Российской Федерации были представители Израиля, которые побывали в офисе и как раз-таки попали в нужный момент, потому что именно в это время осуществлен был первый прокат действующего «Инебайка» на территории Эко-технопарка. После чего приступили, скажем так, к снятию технических показаний, они сейчас делаются каждый день. Это нужно для сертификации данного транспортного средства. В конце прошлого года состоялось мероприятие под названием «Транспорт России-2016», в котором принимали участие несколько представителей нашего московского офиса. Были конструкторы из Республики Беларусь. Мы там демонстрировали в масштабе 1 в 10 подвесной и навесной унибус. Было большое количество людей, посещающих наших стенд. Были и наши инвесторы, были просто люди, которые интересуются миром транспорта. Были чиновники. Были чиновники Министерства транспорта не только Российской Федерации. Был чиновник даже Евросоюза, который открывал данное мероприятие. Были губернаторы целого ряда регионов. Одним из них был господин Морозов, который в 2009 году президенту Медведеву представил данную технологию и сказал, что ее нужно реализовывать, брать и делать. Набрался смелости на госсовете и это предложил. Многие смеялись, многие улыбались. Медведев сказал, что это самая что на есть инновация, но давайте, скажем так, деньги, мол, найдете и тогда делайте, пожалуйста. Хотя дал распоряжение изыскать миллиард рублей на реализацию данной технологии. В начале этого года Анатолий Дарович Юницкий написал письмо Дмитрию Медведеву и сказал, что вы знаете, спасибо вам за то, что обратили внимание на вас в 2009 году. Мы продолжаем развиваться, приглашаем вас на территорию Республики Беларусь, чтобы вы своими глазами посмотрели, чего вы достигли и на ваш вопрос, есть ли у вас деньги, мы нашли ответ. Все, что сегодня проделано, практически проделано на те деньги, которые принесли в наш проект физические лица, частные инвесторы, такие, как мы с вами. На данном мероприятии были представители, как вы понимаете, всех, скажем так, направлений транспортной отрасли. У нас приходили высокие чиновники ИРЖД и авиационного узла, да, московского. Был министр транспорта Российской Федерации, который после представления технологии ему сказал, что обратите внимание губернатора Московской области на данную технологию. Кстати, после данного мероприятия в середине декабря представители наших КБ из города Минска приезжали сюда. Кирилл Бадулин, который занимается реализацией адресных проектов, вот интервью, кстати, с ним можно найти тоже на сайте у нас. И они больше часа рассказывали о технологии, отвечали на вопросы перед сотрудниками руководителей Московского транспортного узла. То есть, показывали, как можно данную технологию встроить в транспортную структуру Москвы и Московской области и почему это выгодно, почему это, скажем так, дешевле и удобнее. Далее у нас была не так давно, в декабре месяц, данная информация, что оказывается с декабря 2016 года, вот в начале декабря, заключили соглашение о сотрудничестве с научно-техническим центром гороэлектротранспорта в Москве, в России, который отвечает за сертификацию транспортных средств, к которому относятся и наши транспортные средства. То есть, нас отнесли к лихорельсовым транспортным средствам и на весну, четкой даты нет, март, апрель, май месяц, намечено уже осуществить сертификацию подвижного состава. Об этом говорил Анатолий Дарович Юницкий в своем ролике, который буквально вышел вот на днях, в конце прошлой недели, 34 минуты, где господин Кириченко берет интервью Анатолия Дарович Юницкого, где он рассказывает, что проделан, какие планы, как быстро мы будем двигаться и так далее, и так далее, и так далее. И пару слов, которые я провиснул, там вы видели информацию по Австралии, где Ротхук рассказывает о том, что в первую очередь в Австралии будет развиваться грузовой сегмент транспорта Skyway, потому что есть несколько проектов, где очень интересно было применить наши технологии. От выработки полезных ископаемых, доставки их на обогатительную фабрику, вплоть до погрузки, скажем так, с целью дальнейшей транспортировки куда бы то ни было. Ну и посещение целого ряда делегаций, потому что у нас были и представители Турции, и представители Республики Беларусь, представители других стран, то есть и Филиппины были, и Швейцария была, и Анатолий Дарович Юницкий в конце прошлого года вместе с Виктором Бабуриным посетили Индию, где имели возможность провести переговоры с министром дорожного транспорта, автомобильных дорог и грузоперевозов Республики Индия. На основании этих переговоров намечено, скажем так, дальнейшее взаимодействие со структурами, относящиеся к транспорту на территории Индии. Как сказал Виктор Бабуриным, Индия для нас представляет один огромный адресный проект. Кстати, Анатолий Дарович Юницкий в своем ролике, в котором было 34 минуты, то, что я вам сказал, свежий, кто не смотрел, посмотрите. Он говорит, да, самое вероятное, что первые адресные проекты будут строиться даже не в Австралии, а в Индии, потому что они готовы уже сейчас браться и это все делать. В Австралии пока там техническая документация, там соответствие местным стандартам, то есть много исследований еще пройдет и так далее, и так далее. В Индии уже готовы действовать. Ну и два раза уже на территории нашего КБ были представители Академии наук Республики Беларусь, с которыми тоже намечен целый ряд совместных усилий и действий по изучению, по внедрению, по использованию данной технологии Итак, в ролике вы видели тоже, он рассказывает о технологии и говорится о компании Skyway Capital. Роль компании Skyway Capital привлечение денежных средств в реализацию нашей с вами технологии под названием Skyway введение ее на мировой транспортный рынок. Компания была зарегистрирована для этой деятельности в Великобритании в свое время. Был подписан договор о взаимодействии между руководителем компании Евгением Кудряшовым и Анатолием Дарачем Немиским. Видео можете найти на сайте компании Skyway Capital. И платформа, которая была выбрана для привлечения инвестиций была та же выбрана как и для компаний RSV System в свое время в 2014 году это краудинвестинг. Цель нашей компании привлечь как можно большее количество инвесторов в наш проект то есть мы не ограничены в количестве тех кто может стать совладельцами данной технологии пока мы еще привлекаем денежные средства в реализацию непосредственно строительства эко-технопарка для демонстрации сертификации. Когда пройдет сертификация стать совладельцем технологии уже будет нельзя. всей технологии можно только будет принимать участие в дальнейшем наверняка такие проекты будут в отдельном строительстве какой-нибудь отдельной трассы на тот момент когда будет возможность принять участие деньгами своими чтобы стать владельцами акций данного проекта. Те кто успеют сегодня те станут владельцами пакета долей компании того размера который вы сами для себя выберете но со всех построенных дорог вы будете в дальнейшем получать прибыль. база и основа микрофинансирования это немаловажно потому что подобные проекты венчурные проекты в большинстве развитых стран доступны только людям под названием точнее из категории миллионеров и миллиардеров мультимиллионеров только им дано право принимать участие венчурных проектах там где высокий риск инвестиций остальные люди не имеют возможности это такие страны как США, Англия Канада, Великобритания Япония, Австралия это те страны в которых есть комиссии по ценным бумагам и биржам строго контролирующие как раз таки данный момент поэтому в тех странах богатые становятся еще богаче гораздо быстрее чем где бы то ни было далее наша задача это создать благоприятные условия для каждого отдельно взятого инвестора чтобы вы легко могли разобраться в информации чтобы вы легко могли найти то что вам необходимо внутри личного кабинета чтобы был удобный интерфейс чтобы вы могли обратиться в службу технической поддержки на сайте 24 часа в сутки чтобы вы могли в конце концов позвонить сюда в Москву и получить консультацию и ответы на вопросы у специалиста нашего отдела информационной поддержки единственная компания у которой есть такое отдел компания у которой партнерские программы у нас такая есть имеющая скажем так да есть служба поддержки есть решение каких-то вопросов но чтобы в режиме онлайн вам могли ответить помочь проконсультировать вплоть до того что в скайпе покажут куда что нажать если вы поделитесь экраном такого нет ни у кого ну и конечно же обеспечить максимальную прозрачность информации касаемо развития нашего проекта чтобы вы получали самые свежие новости чтобы вы всегда были в курсе дела что и как происходит в развитии нашей компании у нас есть возможность инвестирования на разный кошелек то есть для людей имеющих большие деньги и для людей имеющих скажем так столько сколько они имеют и сколько они могут себе позволить сегодня инвестировать в наш проект минимальная инвестиция 15 долларов США уровень доходности по ней составляет 30 раз то есть ваши деньги могут быть приумножены в 30 раз потому что предполагаемая цена отдельно взятой доли либо акции в будущем когда мы выйдем на рынке финансов это 1 доллар США сегодня вы можете купить одну говорят долю компании в 30 раз дешевле чем это будет каждый последующий пакет стоит дороже и уровень доходности на нем выше пакет например стоимостью 1000 долларов это примерно скажем так тот уровень инвестиций к которым начинают обращать внимание люди к инвестициям какое-то отношение вообще имеющие хотя большинство людей считают что вложить 1000 долларов иметь серьезный уровень дохода нельзя в нашем проекте это 150 раз ваши деньги могут приумножиться в итоге то есть купив нас на 1000 долларов это будет в 150 тысяч долей компании у нас есть целая череда пакетов которые вы можете приобретать в рассрочку и о них вы подробно можете прочитать в личном кабинете каждого партнера то есть инвестировать от 25 до 200 долларов в месяц либо пакет старт сеньор стабильный либо бизнес вы в итоге получаете на выходе от 22 с половиной тысяч долей компании до 315 если еще вы выполняете какие-то дополнительные условия которые там есть то вам еще добавок подарят от 5 до 63 тысяч долей компании есть пакет бизнес старт который позволяет вам дважды сделав оплату в 300 долларов суммарно в 600 получить 99 тысяч долей компании Skyway Capital если вы это сделаете в течение одного дня вам еще подарят 24 тысячи долей в подарок то есть всего будет 99 тысяч есть пакеты в рассрочку большего номинала это в основном у нас приобретаются людьми проживающими на территории Европы от 500 долларов до 5 тысяч долларов в месяц все люди которые делают данную инвестицию становятся владельцами уже миллионного пакета как я говорю предполагаемая цена 1 доллар сами понимаете инвестировав те деньги которые вы видите сейчас на экране умноженные на 10 потому что 500 тысяч а две с половиной и пять тысяч долларов на 10 месяцев в итоге получается от миллиона 150 тысяч до 14 миллионов долей пакеты на детей которые можно приобрести делаю важный акцент что приобрести их можно на тех детей которым в ближайший год там ближайшие 9 месяцев не исполнится 18 лет обращаю на это внимание вас пакет мультипликатор который можно выбрать 10 месяцев оплачивать рассрочку стоимостью от 100 до 500 долларов в месяц да и потом суммарно получить дополнительный бонус на все те пакеты долей компании которые будут у вас по окончанию рассрочки внутри личного кабинета то есть вот эти 140 тысяч либо миллион 150 тысяч плюсуются к тем что есть и дополнительно либо один либо два либо три процента в зависимости от выплаченной рассрочки вам добавляется на премиальный счет в качестве подарка пакеты на транс которые немного интереснее чем тот который я обвел в стандартном прайс-листе тысячу долларов три раза подряд не позднее месяцев оплата после предыдущей это вам дает получить право получить 600 тысяч долей компании за три месяца за сумму 3000 долларов США средний диском 200 раз уровень доходности то есть на обычном пакете сколько вы не купите в обычном стандартном прайс-листе это будет всегда 150 тысяч долей здесь первый месяц 150 второй 200 тысяч третий 250 пакеты разовой покупки крупного номинала от пяти тысяч до пятидесять тысяч долей как раз таки те пакеты которые позволяют посетить территорию технопарков весной этого года вообще как говорит юницкий в своем интервью это июнь 2017 года когда можно будет осуществить высадку своего именного дерева в зависимости от пакета который вы выбрали для людей которые неравнодушны деньгам не в плане жадности а в плане того что они готовы сегодня улучшать свою финансовую составляющую и помогают нам развивать бизнес помогают нам популяризировать информацию о нашем проекте есть пакеты которые доступны только с бонусного счета бонусный счет это тот счет на который начисляются проценты за вашу информационную деятельность эти пакеты имеют выгодный дисконт от 121 до 231 и стоят в принципе от 250 долларов до 1800 если вы просто-напросто вот сейчас 1800 и на выходе 415 800 тысяч долей нашей компании и просто зайдете в стандартный прослес посмотрите да там за сумму 2000 там даже ну где-то не в два но раза в полтора меньше чем то что вы можете здесь приобрести из бонусного счета важные пакеты которые сейчас сделаю акцент это то что действует последние несколько дней да с 20 декабря по 20 января если вы взяли сами себе пакет в рассрочку те же самые которые у нас были старт сеньор стабильный бизнес с добавлением новогодний нужно оплатить три первых месяца сразу то есть это либо 75 либо 150 либо 300 да либо 600 долларов сразу же оплата и вам на ту базу которая есть в пакете старт сеньор стабильный бизнес она здесь прописана вы видите 22 500 440 тысяч 150 тысяч да и 315 добавится 15 процентов если вы выполните второе условие в течение этих 30 дней пригласите не меньше двух людей которые купят пакеты от 25 долларов и дороже вам также будет начислено обычное стандартное условие до 5 8 40 тысяч либо 63 тысячи долей компании в подарок на премиальный счет плюс ко всему все те люди которые будут новые вновь зарегистрированы с 20 декабря по 31 января и которые не позднее чем через две недели приобретут себе любой пакет долей компании после регистрации под вами на сумму от 25 долларов и выше вам на премиальный счет еще начислиться 300 долей нашей компании будет 3 таких человека будет 900 начисления будет 10 соответственно 3000 долей вы получите дополнительно как бонус на свой счет у нас есть партнерская программа о которой мы подробнее не говорим по вторникам и пятницам партнерская программа позволяет вам зарабатывать деньги уже сегодня не дожидаясь выхода группы компаний SkyWay на мировой транспортный рынок не ожидая скажем так большого дохода в будущем который будет по-любому когда мы начнем строить дороги и будут дивиденды распределяться на те ваши доли которые вы за это время приобретете партнерская программа позволяет вам зарабатывать сегодня создавать свой собственный бизнес на платформе нормальных обычных человеческих взаимоотношений и работать с информацией не нужно таскать тяжелые мешки не нужно перекатывать квадратное переносить круглое просто напросто способствовать популяризации нашего проекта и тем людям которые вас окружают просто желать добра предоставить им возможность стать совладельцами технологий чтобы иметь большой доход в будущем и вместе с вами возможно строить бизнес уже сейчас зарабатывать деньги в плюс к тем которые у них есть сегодня при условии что они захотят это делать да вы можете инвестируя 15 долларов в США всего стать крупным владельцем большого портфеля инвестиций в нашем проекте у нас достаточно высокий процент выплаты и вознаграждения по партнерской программе вплоть до 20% от лично привлекаемых инвестиций и до 7% в глубины большая глубина до 24 уровня вы можете получать вознаграждение если вы дошли до самой высокой квалификации квалификации всего 6 вас никто не заставляет чем то торговать вас никто не заставляет делать какой то жесткий товарооборот либо объем личный да вас никто не заставляет свою квалификацию подтверждать У нас накопительный маркетинг, если вы что-то делаете, вы гарантированно продвигаетесь по этой ступеньке все выше и выше по карьере. Чем выше карьера, соответственно, тем больше процент, который вам начисляется. И очень важный момент, что в третьей ступеньке карьеры начисление осуществляется еще и на акционный счет. Это тот счет, деньги с которым можно потратить только на приобретение долей компании. А с бонусного вы можете их выводить, вы можете, скажем так, на них покупать пакеты, передавать в личный кабинет других партнеров, если вам это надо. Вот таким вот образом. Для людей, строящих бизнес по партнерской программе, есть инструменты. План вознаграждения, реферальные ссылки. Это первый инструмент, который у вас начинает работать. Далее, это баннеры, которые вы можете выставить на свои интернет-ресурсы, если у вас таковые имеются. Сайты, блоги, страницы в соцсетях, на которых можно HTML-код устанавливать. Это новости из личного кабинета, которыми вы можете делиться в соцсетях, в которых вы зарегистрированы. И все это работает сегодня и приносит результат. К инструментам мы относим подобные мероприятия. Таких у нас достаточно много. То есть в разделе «События» в личном кабинете, либо на сайте компании, вы можете найти расписание онлайн-мероприятий, таких, как сейчас проходят, живых презентаций, которые проходят по нескольку десятков каждую неделю в целом ряде городов и стран. Заходите, смотрите в расписание, давайте информацию тем людям, которые проживают в тех городах, где проходят живые презентации. Потому что они могут прийти, получить информацию, получить ответы на вопросы, выйти на вас после мероприятия, зарегистрироваться и стать вашими партнерами. Вы им поможете стать инвесторами, они вам помогут заработать денег сейчас, а вместе вы можете развить и большие, крупные международные структуры. К мероприятиям, точнее к инструментам, также можно отнести периодически промо-акции, которые случаются в нашей компании. Вот одна из них такая новогодняя, которая действует сейчас. Ну и вы видите здесь раздел «События» в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. Две отдельные, скажем так, графы есть в разделе «События», отдельное расписание вебинаров, отдельное расписание презентации компании Skyway Capital. Здесь вы видите окошки, которые открываются при нажатии обращения в техподдержку, вы можете обращаться так со стороны сайта, так и из личного кабинета. Это удобно, потому что люди, еще не зарегистрированные в проекте, могут обращаться со стороны сайта и задавать свои вопросы. Ну и если в целом все подвести черту под тем, что я сейчас говорил, у каждого из вас есть отличная возможность не пропустить очередной перспективный проект в своей жизни. Что я хотел сказать вам? Вы знаете, мимо вас на сегодняшний день прошло много, скажем так, возможностей, которые можно было реализовывать, но вас никто туда не позвал. Ну, например, те, кто постарше, в нашу жизнь с вами входило спутниковое телевидение. И те, кто на этом зарабатывал, они заработали деньги. Те, кто начал в это дело вкладывать деньги и развиваться. Мобильная связь, да, то есть, те люди, которые увидели в этом перспективу, нашли инвестиции, кто-то сам вложил и заработали очень много денег. Далее, там, кабельное телевидение, да, то есть, потом, что еще у нас появилось? Интернет, например, да, интернет-провайдеры, некоторые интернет-провайдеры действовали тоже по партнерской программе. Такое было на начальном этапе развития интернета. Вот, все это прошло мимо. Спутниковая связь, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Проекты начала середины 70-х годов, конца 70-х годов, под названием интернет-развитие персональных компьютеров, да, сети персональных компьютеров, тоже нас туда никто не позвал. Вот. А те люди, которые начали это развивать, молодые люди на тот момент обращались к бонзам, да, имеющим большое количество денег, крупным компаниям и говорили, «Ребят, давайте данные технологии будем реализовывать». Над ними смеялись, в большинстве своем, им не верили. Вот. Сегодня мы без интернета, многие уже свою жизнь просто не видят, да, а молодежь, родившаяся после 2000-х годов, там, после 95-го года, для них уже, скажем так, в голове просто нет того регистра памяти, который может предположить, что данной технологии когда-то не было вообще, да. Так вот, те люди, которые стали принимать участие своими деньгами, в том числе в развитии персональных компьютеров, сетей интернет и всего того, что сегодня в мире интернет развивается, это и программы, которые пишутся, сервисы, которые появляются и так далее, они сегодня очень успешны. И Крис в принципе в своем интервью на мероприятии на Транс сказал, что внедрение технологии компании SkyWay в транспортную сферу мне очень четко напоминает появление и внедрение интернета в сферу коммуникации. Только, как говорит Юницкий, это будет развиваться быстрее, не три десятилетия, да, а буквально несколько лет. И у вас есть не так много времени для того, чтобы стать совладельцами данной технологии, а потом гордиться то, что вы приложили свои физические, финансовые, духовные усилия для того, чтобы внедрить данную технологию, сделать жизнь на земле лучше, да, живее, перспективнее, вот, сохранить данную землю для своих потомков. Ну и потом честно сказать, ты знаешь, я не упустил эту возможность, и вот все-таки мой род начался с меня, богатый род, да. Почему у вас сегодня есть там хлеб, масло, икра и возможность путешествовать, потому что я когда-то все-таки подумал головой и сделал шаг. Вот такая возможность есть сегодня у вас, и такую возможность вы можете предложить огромному количеству людей, которые есть вокруг вас. При условии, что вы не будете лениться, не будете на кого обижаться, да, ну и будете это делать открыто и честно. У вас будет тогда успех. На данном слайде вы видите координаты нашей компании здесь в Москве, вот, вы можете звонить к телефону, и вам ответит менеджер нашего отдела. Если вы хотите посетить наш офис здесь, предварительно обязательно позвоните. У вас тогда встретят, проведут, расскажут, уделят минут 10, максимум 15, потому что работы много, вот, ну вы увидите, что мы такие есть, что мы живые, что это не просто говорящая голова в квадратном экране, да, который вам уже, возможно, кому-то и надоет. У меня на этом все, коллеги. Если есть какие-то вопросы, вы можете сейчас их задать. Вот, одно хочу добавить, сегодня в 19 часов вебинара, который проводит Инета Анжена, не будет, потому что она не успевает приехать из Словакии, и по техническим причинам, соответственно, это не состоится. Вот, ну и следите за новостями, сегодня должна прийти рассылка на ваши электронные адреса о том, что в Риге завтра пройдет очередное мероприятие, очередная конференция, потому что, скажем так, буквально пару дней назад было принято решение. Вот, конференция в Риге уже пришла, мне на почту пришло без 24, то есть там будет проходить мероприятие в отеле Авалон, улица Январа, 13 января, дом 19, 5 евро стоит мероприятие. Поэтому, если у вас есть партнеры в Риге, если у вас есть потенциальные, скажем так, партнеры, да, вы можете их пригласить на данное мероприятие, посмотрев сегодня в рассылку на свой электронный почтовый адрес. У меня же все сегодня. Всем вам огромное спасибо, что были сегодня со мной, да, надеюсь, завтра вас увидеть на мероприятии по маркетингу плану в 18 часов. Вы знаете, я сделал запись не с самого начала, вот, но большое количество записей вебинаров по презентации нашей команды, вы можете найти на канале Skyway Capital, да, на канале Skyway Capital Webinars, там есть записи и так далее. Ну и, возможно, эту запись тоже выложат, вот таким вот образом. Спасибо всем вам!